РИО ГРАНДЕ В 2010 году в Хуаресе зафиксировали более 3000 убийств. В Эль-Пасо всего в нескольких ярдах их было 5. По одну сторону реки была хорошо функционирующая цивилизация, наша, а по другую третий мир. И успех Эль-Пасо говорил о превосходстве американской системы и американской культуры. Но два года назад Джо Байден решил это изменить. Это оскорбляло идею равенства, они были слишком разными. Но вместо того, чтобы улучшить Хуарес, он решил уничтожить Эль-Пасо и сделать его похожим на Хуарес. Для этого администрация Байдена открыла южную границу. Ни одно место в нашей стране не пострадало от этого решения сильнее, чем Эль-Пасо. За последний год нелегальная эмиграция в Эль-Пасо выросла более чем на 280%. Сотни тысяч иностранцев устремились в страну. Без работы, без гроша в кармане, анонимно. Что дальше? Вы знаете, что было дальше? Самая предсказуемая катастрофа. Преступность взлетела до небес, социальная сплоченность рухнула. Результаты тестов в школах резко ухудшились, и город начал разваливаться. Люди, выросшие в Эль-Пасо, начали массово уезжать. Вот как это выглядит сейчас. Холодная декабрьская ночь в Эль-Пасо. Эти бездомные эмигранты разбивают лагерь на улицах, готовясь к ночному холоду после того, как их освободил пограничный патруль. Волна мигрантов также заполнила местные убежища, в то время как этот беспрецедентный кризис, похоже, достигает наивысшего накала, поскольку раздел 42 должен быть отменен на следующей неделе, и отсрочки не предвидятся. В новом видео от Fox News более тысячи эмигрантов, разбивших лагерь у пограничной стены в Эль-Пасо в ожидании разрешения на обработку после незаконного пересечения Рио-Гранде. Источники в погранслужбе сообщают Fox News, что с 1 октября в секторе Эль-Пасо уже произошло более 139 тысяч встреч с мигрантами. Этого достаточно, чтобы заполнить Соу-Фай-стадиум дважды, и это больше на 255% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Представьте, что это ваш город, где вы работаете и растите своих детей, город, который вы построили. А потом в один прекрасный день какой-то парень решает его разрушить, и СМИ игнорируют это. Это никто не освещает, большинство американцев понятия не имеют, что их город уничтожен. И не только центр города и приюты, но и аэропорт. Окно в Эль-Пасо. Если вы давно там не бывали, вот как он выглядит. Люди разбивают лагерь прямо на полу. Похоже на вокзал в Калькутте после раздела Индии. Но, по крайней мере, они могут винить войну. В Техасе нет войны, кроме той, что Белый дом объявил собственной стране. Эти кадры предоставлены Кэти Дэвиску из Rebel News. Мы поговорим с ней чуть позже. Я только что приземлилась в Эль-Пасо. И здесь, в аэропорту, нелегальные иммигранты спят прямо на полу. Посмотрите, что происходит здесь, в аэропортах. Откуда вы? Из Перу? Они из Перу. Откуда вы? Откуда вы? Доминикана. Доминикана? Откуда вы? Колумбия. Колумбия? Это аэропорт. Они не ждут своего рейса, они живут там. И они не из Мексики, и даже не из Сальвадора и Гватемалы. Они, как вы только что слышали, из Колумбии, из Перу, из Доминиканской Республики. Острова? Это страны в тысячах километров от нас, которым мы ничего не должны. Для этого нет причины. Семь миллионов американских мужчин трудоспособного возраста не работают. Они целыми днями сидят в интернете, им нечем заняться. И все же вот что мы делаем. Мэр Эль Пасо, Оскар Лизер, только что объявил чрезвычайное положение, и вы видите почему. Мы подумали, что сегодня подходящее время объявить чрезвычайное положение. И причина заключается в том, что я с самого начала сказал, что сделаю это, когда почувствую, что либо просители убежища, либо наше сообщество окажется в опасности. И я действительно считаю, что сегодня люди, ищущие убежища, в опасности, потому что у нас их сотни и сотни на улицах. Всего несколько лет назад Эль Пасо не был таким. Спросите любого, кто там был. Вопрос в том, почему штат Техас не положит этому конец? Где национальная гвардия? Несколько месяцев назад Грег Эббот, губернатор, баллотировался на пост. Он соперничал с Бета-Арурком и был готов сказать что угодно ради переизбрания. Он был готов солгать и солгал. Он сказал, что направит границе 10 тысяч солдат, но он этого не сделал. Он изменил число на 5 тысяч солдат. И потом он придумал другое решение, просто отправить тысячи мигрантов в другие штаты автобусами. Что довольно забавно. Это занимательная новость для кабельных новостей, но это все же наша страна. Не так ли? И никто из этих людей не уезжает. Это вторжение в нашу страну. У нас нет границы. Грег Эббот мог бы это остановить, но он этого не делает. Так почему национальная гвардия Техаса не остановит это? Не остановит? Мы не можем ответить на этот вопрос. Мы бы хотели, чтобы Грег Эббот пришел и сказал нам. Но из-за того, что Техас не охраняет границу, остальная часть страны также наводнена выходцами из других стран, которые не имеют права находиться здесь и чью личность мы не знаем. В настоящий момент нам не нужно больше населения, так как наша экономика в упадке. Вот так сейчас выглядит Денвер в Колорадо далеко от границы. Так как несколько приютов уже заполнены, мэр Майкл Хэнкок сказал, что необходимо больше приютов для размещения мигрантов. За несколько месяцев в Денвер прибыло более 900 человек. Их больше с каждым днем. Позвольте мне быть откровенным. Этот приток мигрантов, ожидаемый характер их прибытия при наших нынешних возможностях размещения и кадровых проблемах, создали огромную нагрузку на городские ресурсы, которые вот-вот достигнут предела. Это в Денвере. Опять же, далеко от нашей южной границы. Это самое большое событие в новейшей американской истории. Полное изменение американского населения. Миллионы, миллионы и миллионы новых людей. Страна уже никогда не будет такой, какой она была пять лет назад. Даже если вы за это, признайте, это имеет значение. И СМИ полностью игнорируют это, за исключением тех случаев, когда они вынуждены реагировать, и они велят вам заткнуться и перестать жаловаться. Некто из ABC News по имени Марта Радоц утверждает, что на самом деле это противники иммиграции, виноваты в миграционном кризисе, потому что они говорят об этом и афишируют это перед остальным миром. Смотрите. Вы говорите о пограничной стене. Вы говорите об открытых границах. Я никогда не слышала, как президент Байден говорит, «У нас открытая граница, приезжайте». Но люди, от которых я это слышала, вы, бывший президент Трамп, Рон Де Сантис, это послание слышат в Мексике и за ее пределами. Таким образом, они получают сообщение, что граница открыта, и контрабандисты используют заявления подобного рода. Как же хочется, чтобы 25 тысяч гаитян сегодня вечером переехали в район, где живет Марта Радоц. Может быть, она дала бы другую оценку. Но пока этого не произошло, и поскольку их депортировали из Винниарда Марты и всех мест, где живут такие люди, как Радоц, демократическая партия, ну, вполне может продолжать лгать. Вот сенатор Шереп Браун из Агайи объясняет, что о границе беспокоятся только расисты и помешанные на теории заговора. Вы знаете, есть много людей, которые не очень сочувствуют тому, что происходит на границе. Как изменить тон этого разговора, чтобы заставить их принять компромисс, подобный тому, который пытаются найти Синема и Тилис? Думаю, они примут. Я думаю, мои избиратели в Агайи разумные люди. Сейчас мы немного более республиканский штат. Я не очень много слышу об эмиграции от избирателей, кроме крайне правых, которые всегда хотят получить политическую выгоду, говоря об этом. Удивительно. Это Шереп Браун, предполагаемый народник из Агайи, парень, который заботится о простых людях, уволенных рабочих, и тех семи миллионах американских мужчин, которые не работают. Целыми днями играют в видеоигры и смотрят порно. Это ваша страна. Шереп Браун был избран, потому что он утверждал, что заботится о них. И на самом деле, не так давно Шереп Браун стоял на границе, объявляя о гуманитарном кризисе. Люди жили в ящиках, люди из других стран. Теперь тот же самый Шереп Браун запрещает вам говорить о том, что происходит на границе. О людях, живущих на улицах или в аэропорту. Вы также, кстати, больше не можете говорить об условиях в центрах содержания эмигрантов, потому что у них сейчас президент-демократ. Тони Гонсалес из Техаса только что побывал в одном из них. Он снял эти кадры. Это центр содержания в Эль-Пасо. Он предназначен для размещения около тысячи человек. Сейчас там более четырех тысяч. Их вот-вот выпустят на улице Эль-Пасо. Шереда Брауна это волнует. Что об этом думает Марта Радотц? Опять же, будем надеяться, что все эти люди окажутся в их районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова